Привет! Мы только что приехали вчера из Италии. Сегодня весь день, опять же, работали и решила сделать апдейт по поводу ремонта. Сегодня мне нужно будет в интернете дозаказать некоторые вещи, например, радиатор для комнаты. Еще нам нужно будет несколько вещей так что-то делать. У нас сегодня случился небольшой факап с ванной комнатой. Я думаю, что вы это все увидите в отдельном видео про ванную комнату, что случилось. Но это был, знаете, такой неудачный момент, который надо делать наш ремонт еще дольше. Ну, понятное дело, что поделать. Бывают ошибки, ошибки неизбежны. Так что, вот, такое все бывает. Хотела сегодня начать работать над кухней вместе с Хосе, но, возможно, нам придется пока что просто заняться поисками вещей, которые нам нужно докупить для кухни для того, чтобы потом начать уже ремонт кухни и купить, конечно же, радиатор для комнаты. Так что дел вполне достаточно. Мне прям хочется просто взять что-то и начать, как бы это сказать, начать все разрушать, переделывать все. Ну, сделать что-то, что изменит облик дома. Но пока что у нас стадия подготовки идет очередная. Поэтому я не могу ничего разрушать. Поэтому придется ждать, ждать, ждать. И я сделаю новый апдейт, наверное, завтра про... Или даже сегодня вечер... Нет, завтра, скорее всего, когда мы повесим шторы в спальне. Ну, а в четверг нам привезут, наконец, кровать. Сегодня, не знаю уже какой день нашего ремонта, но у нас наконец-таки установились плинтусы. И работа над нашей спальней заходит к концу. Нам осталось только покрасить эти плинтусы, завтра просверлить несколько отверстий, чтобы повесить карниз и повесить шторы. И заказать, естественно, всякую мебель, собрать кровать, когда нам ее привезут. И начинать просто украшать кресток и комнату. Конечно, через пару недель стоит еще также поменять окна. Пока что у нас это идет на стадии дискуссий, обсуждений. Но прокрасит. Сейчас за своим любимым занятием. Наждачной бумагой полируют некоторые отверстия. Вот. И потом я буду красить сверху. Достало время красить плинтусы. Пожелайте нам, СССР, удачи. Надеюсь, что мы не заляпаем пол, стены и вообще ничего не заляпаем. Всем привет! Сегодня Хосе встречается с другом, а я сделала влажную уборку комнаты, помыла также окна и сделала влажную уборку всех территорий, которые были завалены коробками дома и всякими различными стройматериалами. Так что в доме хотя бы сейчас дышится легче. Хотя, конечно же, начнем взбивать капли на кухне и снова будет пыль, грязь и снова нужно будет делать такую капитальную уборку. Но сейчас просто невозможно было дышать, чтобы хотелось, уже хотелось, не знаю, хоть нормального свежего воздуха. И сейчас покажу вам комнату. Выглядит она достаточно неплохо, как мне кажется. И опять у нас немножко задерживаются процессы, которые мы планировали. Сегодня пытались просверлить камни, споняли, что у нас нету нормальных, как они называются, шурупы, не знаю, гвозди, которые вбиваются туда, чтобы повесить карниз, в стену, чтобы повесить карниз. Поэтому все это откладывается на завтра. А завтра нам привезут и шкафы, и кровать. Так что будем собирать завтра и послезавтра мебель. Возможно, даже и на выходных. Не знаю, как пойдет процесс. Обычно это все, конечно, происходит совсем-совсем не быстро. Я сегодня попытаюсь самостоятельно, пока Хаса еще не пришел. Но, может быть, он придет и мне поможет. Но я постараюсь сама это сделать. Скорее всего, у меня не получится. Я постараюсь принести камон и начать уже обставлять комнату. Это было тяжело, но я как-то умудрилась транспортировать мальм, или как он там называется, этот комод, в комнату. Так что осталось только немножко почистить ящики, сверху помыть комод, и можно уже внутрь пласть вещи. Всем привет! Сегодня мы впервые ночевали в нашей отремонтированной, ну почти отремонтированной комнате. Надо сказать, что спать было, ну не очень-то тихо на самом деле, так что окна нам менять придется. И достаточно быстро, точнее, как можно скорее. Не обращайте внимания на мои волосы, они все еще сохнут после душа. Такая у меня львиная как-либо какая-то получилась. Но хотя бы показать вам при нормальном дневном свете мой комод и как он выглядит сейчас с всякими различными вазочками и лампами, которые я купила специально для интерьера. Тут Хосе немножко пришел и поставил туда кучу вещей, которые там не должны стоять. Но сейчас я их уберу и покажу вам. Как мне кажется, мне очень нравится вот эта лампа. Кстати, я покупала ее в Икее. Когда мы закончим делать ремонт этой квартиры, квартиры, комнаты, я обязательно сниму видео с обзором, собственно, всех аксессуаров, которые мы купили. И также скину ссылки в описании видео на то, где можно найти такие вещи. Но вот это вот из Икеи, это вот с другого сайта, как мне кажется, они не сочетаются вдвоем, если их ставить друг рядом с дружкой, друг с другом. Поэтому, возможно, мы повесим вот этот куда-нибудь в углу в другом месте. И вот такая вот здесь корзинка. Знаете, вот тут стул стоит, который как-то вписался в интерьер хорошо. Но здесь он не должен стоять, он не будет стоять. И вот здесь вот наш ковер. А вот тут появилось невероятное количество новых коробок. Это все потому, что нам привезли кровать и привезли два шкафа из Икеи. Так что все готово, все стоит. Нужно будет это вдвоем с Хосе как-то внести на второй этаж. И начать собирать. И... Эль как-то очень странно проскочила, как будто после какого-то момента больше ничего не было. То есть не было никаких кирпичей. И сейчас мы думаем, может, там действительно ничего нет. Не знаю, очень. Очень странно. Давайте посмотрим, сейчас Хосе просверли вторую дырку. Если так же будет, то вообще непонятно, что такое, что за проблема, что может быть с домом. Так что это было хорошо? Нет, это же самое. Это просто как стеклянка, и есть что-то очень слабое. Ну, это странно. Нет, это не так странно. Моя дом из дома? Нет, я просто... Дом сделан из салона. Салома? Нет, это не так странно. Салома. Я не знаю. Всем привет! Сегодня очередной влог, и мы будем собирать сегодня кровать. Если останется время, хотя я думаю, что его не останется, будем... Начнем также собирать шкафы. Ну что, теперь нам нужно, собственно, вообще поднять эти большие коробки с кроватью наверх. Так что я пошла. С горем пополам мы смогли внести кровать на второй этаж, и во время того, как мы ее несли на наших супер узких ступеньках, она на меня умудрилась пару раз упасть, поэтому завтра я, наверное, буду вся в синяках. Ну, что поделать? Ремонт! Сейчас будем собирать кровать. Ну, Хосе будет в основном собирать, потому что я могу признаться, что я очень-очень плохо собираю вещи. Я просто не понимаю инструкции с Икеи, например. Просто, ну, не могу понять. Я не знаю. Если я посмотрю видео, я могу спокойно сделать подобное, могу собрать мебель. Но если мне дадут инструкцию с картинками, я просто не могу воспринять ее адекватно и понять, что там написано, что от меня хотят. Начала принимать облик. У нас кровать размера king size, но он не такой большой. Она всего 155 сантиметров в ширину, в длину, по-моему, 190, если я не ошибаюсь. Но, естественно, она будет стоять вплотную к стене, так что места чуть-чуть будет побольше. А здесь будут стоять шкафы, которые мы будем собирать завтра. Тем временем, пока Хосе собирает кровать, как я уже сказала, у меня не получается это делать. Я очень-очень плохо собираю какие-то вещи, поэтому я решила заняться пока что украшением. Я давно присмотрела дизайн макраме и хотела купить, на самом деле, одно из изделий, но стоило оно, по-моему, 80 фунтов. Ну, понятное дело, что изделие было чуточку посложнее, чем то, что я делала. Но я решила, что есть в интернете огромное количество туториалов, и вообще я бы хотела сделать нескольких таких штук. И когда есть время, например, дождливый вечер, когда никуда не хочется идти из дома, выходить ни в какие-то рестораны, никуда, когда, например, дома даже нет дивана посидеть и книжку почитать, то самое идеальное, чем можно заняться, это как раз-таки макраме. Вот, так что я сейчас нахожусь в процессе, смотрите. Естественно, я уверена, что у меня не получится красиво, потому что, не знаю, своими руками... Из меня не очень хорошая рукодельница. Правда, я в школе не очень хорошо шила на уроках труда. Я неплохо рисую, но вот когда нужно делать что-то своими руками, у меня получается не всегда хорошо, поэтому у меня нету больших ожиданий, точнее завышенных ожиданий по поводу того, что у меня получится. Но сейчас покажу вам, что я уже сделала. На самом деле, это было достаточно сложно для меня, потому что я никак не могла понять, как сделать один из самых главных узлов макраме, но в итоге я научилась его вроде как делать. И, разумеется, у меня будет совсем... совсем что-то такое маленькое. Я не уверена, вообще получится или нет, но, в общем, я буду держать вас в курсе и покажу вам. Даже если у меня получится очень плохо, я всё равно покажу этот позор. А если получится хорошо, прекрасно, я это повешу, у нас будет произведение искусства своими руками. Всем привет! Сегодня у нас достаточно важный день. Сегодня нам нужно будет прибрать в гостиной комнате, вообще дезинфицировать весь мусор и заказать уборку мусора, которая здесь стоит достаточно много. Но нам это сделать нужно, потому что мы уже... Нам, правда, надоело жить в окружении этих коровок, на улице мусор, при входе в мусор. Его, правда, очень много, так что придётся заказать. Потом ещё раз, когда закончим делать ремонт, придётся ещё раз заказывать, то есть придётся два раза в итоге заказать. Но ничего, это нужно всё равно сделать. То есть сейчас Хосе... Ну, я к нему тоже сейчас присоединюсь. Он, в общем, раздирает коробки, делает их плоскими, чтобы это можно было убрать в мешки, и чтобы приехал сервис и забрал весь этот мусор. В общем, это нам нужно сейчас делать. Потом дальше нам нужно сесть и определить, что мы будем делать с кухней. И, помимо... После этого нам нужно попытаться снять один из шкафчиков, просто посмотреть, как тяжело это делать. Сможем мы это делать самостоятельно или нет? Думаю, что сможем. Также нужно определиться с дизайном окончательно, что мы следуем, какому дизайну и так далее. Просто посмотрите на мой вид. Я не знаю, как сделать так, чтобы эти очки не запотевать, потому что они у меня мгновенно просто запотевают. И не видно ничего. Но, в общем, я сейчас буду цикливать дверь, которую я только что сняли с петель, которая идёт в спальную комнату, именно ту, которую мы сейчас доделываем. Хосе пока что собирает гардероб. Я решила найти себе дело. И поскольку нам эту дверь всем нужно будет цикливать, а для кухни нам нужно работать вдвоём, поэтому я решила сделать её сама и буду держать вас в курсе. Итак, я цикливала дверь. Заняло у меня это примерно чуточку больше, чем час. И, честно говоря, сейчас я не чувствую свою руку, которую я держала, свой орбитальный, не знаю, циклитель, как это называется, шлифователь. Потому что такое ощущение, что у меня сейчас в руке пружинка, но вот так вот выглядит дверь. И мы сейчас не знаем, что с ней сделать. Мы можем покрасить её вот таким вот... Точнее, не покрасить, а нанести на неё вот такое вот масло для дерева, которое мы купили. Либо же будем красить её в белый цвет. Посмотрим по состоянию. Почему мы хотим красить? Потому что, несмотря на то, что мы её отшлифовали, я её отшлифовала, здесь очень много дырок, которые кто-то заполнял раньше таким белым филлером, и это будет смотреться не очень красиво. Так что, наверное, всё же я склоняюсь к краске. Вот такой результат. Вот такая получилась дверь. Хотела обратить отдельное внимание на вот этот вот замок. Хосе погуглил и нашёл, что это вообще-то оригинальный викторианский замок, который обычно устанавливался в коттеджах в 1850-е, 1870-е, 90-е годы. То есть этому замку, скорее всего, больше 150 лет. Вот, и он у нас стоит. Не знаю, конечно, обидно его выбрасывать и ставить обычный замок, но, как вы видите, он в таком состоянии. Даже не знаю, как его восстанавливать. Наверное, придётся смотреть YouTube-видео. Либо, возможно, мы его вообще снимем и продадим. Так вот, собственно, филлер. Про филлеры я говорила здесь. Вот этот вот wood filler. Здесь заполняли, здесь заполняли. В общем, везде очень много вот таких вот точек. Так что, наверное, всё же мы будем красить эту дверь белой краской. Смотрите, сколько стало пыли просто. Этим невозможно дышать. И так постоянно. Вот что-то сделаешь, и постоянно пыль, 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 пыль. И мы в такой пыли уже живём уже почти месяц. И смотрите, какой пыльный шлифователь. СССР смотрит очередной туториал на YouTube, как нужно разрезать, как правильно пилить доску, чтобы сделать её подходящей для нашей ванной комнаты. Ну, а потом я её покрашу. И всё. Нужно будет подождать, пока она высохнет. И завтра, наверное, мы её попытаемся прикрепить, приклеить к нашему ворк... Взять её нашим ворктопом в ванной. Ну, полочкой точнее. Я просто жду, не дождусь, когда эти полы у нас лягут здесь, в гостиной, на пол. Ну, и также в комнате наверху. Просто потому, что уже... Правда, уже всё надоело. Уже хочется, чтобы был нормальный пол. Хочется, чтобы ремонт поскорее закончился, но пока что это никак не предвидится. Я думаю, что мы доделаем основную часть работы, наверное, к концу октября. Даже к середине ноября. И останется ремонт, наверное, гостевой спальни, который затянется у нас, наверное, может быть, до следующего года. Может, до февраля. Может быть... Может быть, даже позже. Ну, и, конечно же, у нас ещё есть сад. У нас есть садик перед домом, есть большой сад после дома. Там тоже достаточно амбициозные планы. Поэтому это всё будет уже в следующем году. Тут нужно делать очень и очень аккуратно. Иначе у нас будет очень красивая доска. Мне нужно покрасить вот эту вот доску. И буду красить я её вот этим вот around seal wood stain. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok